друзья привет сегодня у меня есть заряженный лифт азик 10 палочек и я хочу на нем прокатиться по городу и показать вам насколько вам хватит этого автомобиля 10 палочек я взял не зря потому что это наверное самый популярный выбор людей когда они покупают электрокар и так как отменили пошлину сейчас все-таки лифы будут подрастать в продажах людям это становится интересно потому что реально выходит дешевле в общем поехали покатаемся посмотрим этот электрический гаджет эти темный салон 145 тысяч пробег смотрите вот здесь вообще дверная карта вообще очень чистая пластик все руль селектор все кнопочки потолок все ну чисто 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 в общем с салоном повезло осталось проверить батарею буду не быстро ездить единственное хочу сделать замер до сотни я его сделаю и чуть-чуть подзаряжу до тех километров которые съест он при разгоне до сотни ну что погнали будет интересно ребят в общем выехал со стоянки смотрите показы 122 километра вот они еще продублируем на компьютере по прошлым моим заездом когда я уже брал лифы с 12 палочками ну мне хватало примерно я вытягивал с них примерно те же самые цифры которые мне показывал компьютер при старте смотрите что еще я хочу от этого лифа я хочу от него получить цифры именно в городской езде то есть у меня будет 50 процентов из всего заезда я буду делать свои городские дела и 50 процентов я прокачусь ну по более-менее ровной дороге вот в общем посмотрите sd карта сейчас пандемия да не летают самолеты и маэска не отправляет нам посылки и sd карта осталась в японии и мы прошивали заказывали ребят которые занимаются флешками на лиф за 3500 они приехали сделали флешку и мафан нас ожил ну что в лифе еду на стилевой тачки на самом деле темный салон единство у нас только потолок светлый ну а так сидули темные все темная панель тоже черная вот вот эти вот какие-то кнопочки только на магнитофоне серого цвета вот ну блин классно 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 ну чё минус 41 когда да да сейчас будем смотреть батарейку меняли либо нет просто по пакерам по болтам вот она вот за вот этим пластиком батареечка ходовка вот на нем комфортно ездить вот в общем но в принципе обычно ниссановская ходовка там что-то джука что татьяны что-то индивидуальное его лифов ну чё черная а тогда чего меняем шо за нефть показатели диагностики вот пробег 145 они приезжают он с пробегом 60 70 тысяч не всегда даже такие хорошие бывают 78 процентов сох ну и в принципе она такая явно там больших провалов нету не надо ошибок никаких вообще ни по одной системе не справа ребят ну что гибрид сервис подтвердил то что в общем в принципе это хороший лифт для такого пробега вообще прям неожиданность не получится узнать было ли замена батареи либо нет только по каким-либо там признакам как покера какие-то болты вот но вроде все окей стоит вот поэтому бережная эксплуатация но по салону видно что в общем но машину не юзали очень жестко все аккуратно использовали поэтому я предполагаю что и езда на этой машине было тоже очень аккуратно и ну и машина сохранилась с таким показателем и сок 78 процентов это хороший достаточно таки процент остатка батареи ребят ну что 33 километра пройдено 83 остаток вот в общем ну скорость это 78 80 держу ребят следующая тема которую я хочу затронуть про электрокары это то что жизнь на электрокаре у вас но она пресноватая понимаете потому что вы следите за этими километрами вы следите за получится ли у вас доехать то есть вы не можете вот просто вот сейчас взять вот сейчас я камеры проехал взять и топнуть и просто но почувствовать рев мотора ну как-то получить вот удовольствие от управления автомобилем друзья смотрите у меня скорость 80 километров в час а у меня практически вообще затрат нету но там пять вот сейчас даже было рекуперация даже заряжался вот в общем если научиться управлять той машиной то есть где-то с горочки ты просто накатом едешь еще и при чуть-чуть перетормаживаю что ты заряжаешь эту батарейку и у тебя ну прям километры тратятся прогнозируемые ну прям прям очень медленно кстати ребята напоминаю у нас было видео про лифа и про вица rs у вица rs у полторашки у него 109 лошадей и плюс вариатор но у него там есть спорт режим все серьезно типа спортивный вид и у лифа 109 лошадей 80 киловатт электромотор мощность и лиф просто вообще без вариантов бензин оставляет позади вот поэтому электрические лошади всегда быстрее чем бензиновые ребята но что у нас 59 700 пройдено километров 72 остаток в общем я разрядил по батарейке ну в принципе нормально сейчас уже скоро будем поддержать городу я буду чисто ездить по городу сейчас я только проеду соточку замер до 100 посмотрим какие цифры показывают этот лиф потому что все в офисе у нас предрекали что он мертвый что он будет ну там типа даже из 10 секунд не будет выезжать какие там 10 он сейчас даже из 8 секунд выйдет я вас уверяю ждите ребят ну что замер до 100 смотрите у меня 66 остаток я сейчас делаю замер до сотни на приборе но я потрачу на это километры драгоценные километры но я потом заеду на быструю зарядку и добью себе столько километров сколько я потерял так ну что раз два три а ну да сергей красавчик дэшку не включил поехали давай давай с 10 секунд а у меня же режим эко стоял да ё-моё ну что замер номер два поехали вы посмотрите вот здесь вот есть кнопочка мы ее выключаем о уже 60 так рэди да он нам пишет ну что так дэшка включена ну все поехали раз два три давай а не выйдет из 10 или или да как так а ну тут чуть-чуть горочка было ну короче в общем что и к что не и к все одно и то же ребят что скажете если вы владеет слива за сколько вы набираете сотню но 11 секунд но как бы в начале он вообще взрывается вообще просто бомба сразу же вот моментально передача энергии с электромоторов колеса никаких задержек как на бензине вообще супер просто ребят еду по гравию ну вот очень комфортная машина то есть можно ехать вот прям сколько сейчас там 35 было но 50 60 можно ехать по гравийке прям очень годная машина по можно сказать каким-то вот такому в легком бездорожью ямы проглатает вообще идеалити ребят что значит грамотная езда на лифе было у меня 33 километра остаток вот здесь вот я тут с горочки чуть-чуть поигрался с тормозом с торможением воды в итоге у меня плюс 10 километров было вот между тем 83 прошел 42 запас в общем я думаю то что я выйду все-таки в 135 попробую выжать из этого лифа напоминаю когда я выезжал со стоянки у меня была полная зарядка 125 ребят все-таки посмотрите на стиль лифа но в черном цвете ну прям хорош не знаю мне очень нравится кольку нифига себе я тут езжу с открытым капотом все-таки очень стильные колеса к черному цвету посмотрите фара туда еще голубая вообще мне вот честно говоря вот нравились только крауны крузаки 200 и в черном цвете блин но лиф сейчас мой любимчик в этом цвете даже белый я поставлю на второе место ну хороший вот черная тачка и бэха да но тоже стильно но не знаю мой лифт не нравится больше ну как выглядит как бы бэха без спорта ребята ну что на 115 километре мне машина написала все дружище тебя на заправку поставила черточки вот в общем на данный момент 115 сейчас доеду до заправки до заправки до зарядки быстрый вот набью себе 6 километров вот ну и посмотрим сколько она все-таки пройдет хочу 130 ребята смотрите вот она зарядка у нас тут на самбери гипермаркет так смотри я высадил пять елочек типа моей езда супер было экономично но это при том что я два раза разогнал его до сотни ну чё пистолетик вставил вот все у нас тут вроде бы настроен начать зарядку т.д. по зарядку старт все заряжается да вот мигает агитатор все окей все крутяк все заряжается так заряжаем вот ровно захожу магазин и все ребят ну смотрите в общем грубо говоря 7 минут заряжался будут какие-то мне данные пишет типа съел мне четыре спины киловатта блин но не знаю это мы мы отбили подзарядка остановлена так вот смотрите грубо говоря 657 секунд 7 минут 463 кстати мама написала липс смотрится классно 463 киловатт он сел на 50 рублей ну нормально в принципе так русгидро такое приложение сколько же ты у нас прибавил вау 40 километров вы представляете просто за 7 минут на фар на fast charge вау ну очень достойно на самом деле ребят но все вот у меня с 34 километра осталось то есть я полностью израсходовал заряд батареи 130 километров я проехал вот ну что по моему считаю для 10 палочек для азео вполне достойный результат поэтому что можно вообще сказать про пробег с 145 тысяч и 10 палочек можно брать и вполне себе ну в зависимости сколько вы проезжаете в день можно этой машиной пользоваться несколько дней представляете в общем грубо говоря это я еще не профессионал в лифах вот но как бы я уже знаете поднатаскался вот в общем я думаю можно из него вы же даже 140 можно 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 если постараться друзья в общем электрокары будут сейчас входить нашу жизнь и будет становиться все больше и больше так как отмена пошли все равно будет стимулировать покупку этих автомобилей за и 0 а за и 0 и даже за и первых вот выгода будет написано под этим видео но примерно данного допустим вот с этого автомобиля примерно 50 тысяч рублей выгода получилась из-за отмены пошли немного но приятно 10 процентов от стоимости этого автомобиля вот в общем экономия в десять раз от электрокара по сравнению с бензином автомобилем вот выгода очевидно вот динамика бешеная комфортная тачка внутри стилёвая наружу посмотрите на эту красавчика вот в общем надо брать ребят если вы владеете электрокар или планируете себе купить напишите ваши мысли напишите ваш опыт владения электрокаром напишите то что вас смущает почему вы еще не купили электрокар вот друзья в общем жду вас внизу подписка на канал ставь лайк пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а